ДТП с летальным исходом. Водитель легкового автомобиля сбил человека на автодороге Астрахань-Махачкала. Ответственность без срока давности. Задержаны два члена банды Шамиля-Басаева. Региональные синоптики обещают на этой неделе выпадение обильных осадков. О том, насколько к ним готова столица Дагестана, смотрите через минуту. В Баба-Юртовском районе насмерть сбит пешеход. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Трагедия произошла на автодороге Астрахань-Махачкала. Водитель легкового автомобиля наехал на человека, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. 41-летний житель Ахпахского района скончался по пути в больницу. Взяты под арест два члена банды Шамиля-Басаева. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным следователей, задержанные являются экс-членами банды Шамиля-Басаева и Хаттаба. Они также входили в состав группировки, инициировавшей нападения на российских военных в 1999 году. Урожайцы Чечни Асламбек и Саламбек Идаловы были задержаны. Один в Москве, второй в Дагестане. Следствие продолжается. Задержанные находятся под стражей. Следственный комитет совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России при поддержке Росгвардии задержали еще двоих участников незаконного вооруженного формирования под руководством Басаева и Хаттаба. Ими являются Асламбек и Саламбек Идаловы. По данным следствия, указанные лица являются участниками боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Щелковского района Чеченской республики, между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Вооруженных сил России и участниками незаконных вооруженных формирований Басаева и Хаттаба. Задержанные привлекаются по статьям Уголовного кодекса, предусматривающими ответственность за бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи СК России при поддержке ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Махачкаре снова дождливо. Региональные синоптики обещают на этой неделе попадение обильных осадков. В связи с этим, городоначальник Салман Дадаев провел заседание городского оперативного штаба, где присутствующие детально оценили работу служб в период предыдущей непогоды и продумали алгоритм действий при предстоящих осадках. Мэр Махачкала обязал быть на связи круглосуточно всех руководителей структурных подразделений, городских служб и ресурсоснабжающих организаций. Им также запрещено выезжать из города в период ухудшения погоды. Отметим по прогнозу гидрометцентра. Кроме дождя, в Махачкале ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Роспотребнадзор Дагестана назвал самые основные источники заражения коронавирусом. Так, COVID-19 активнее всего распространяется в закрытых помещениях, где сложнее обеспечить социальную дистанцию и в местах массового скопления людей, а именно на свадьбах и соболезнованиях. На втором месте по числу очагов – торговые центры и рынки. Все чаще жители республики заражаются инфекцией в собственных семьях. Местом заражения становятся рабочие места. В Махачкаре отметили день ракетного корабля «Дагестан». Накануне в морском порту прошла торжественная церемония, приуроченная к 8-й годовщине со дня поднятия военно-морского андреевского флага и включения ракетного корабля «Дагестан» в состав краснознаменной Каспийской флотилии. Мероприятие проходило с участием представителей правительства республики. Так, в РИО первого вице-премьера Рамазан Джафаров в своем выступлении рассказал о важности наличия такого мощного ракетного корабля в составе флотилии. Джафаров от имени Сергея Меликова поздравил военнослужащих и зачитал от него приветственные слова. И сегодня военные моряки достойно продолжают славные традиции своих предшественников, защищают интересы России на ее ружных морских рубежах. Уверен, что вы и впредь будете эффективно выполнять поставленные задачи, показывая пример беззаветного служения Родине, воинские доблести и чести. Кроме того, личный состав корабля наградили грамотами за достигнутые успехи в боевой подготовке. Также отличившимся подарили именные часы главы Дагестана. Накануне в России отмечался День матери – первого и главного человека в жизни каждого. Поздравления принимали и те женщины, чьи жизненные позиции заслуживают особого уважения. Ведь они не только воспитали достойных детей, но и не жалели ни времени, ни сил для развития страны в сложный для нее период. Так, в Кайкинском районе долгожительниц поздравил глава муниципалитета. Почти всем им уже более ста лет, и они имеют десятки внуков и правнуков. Магомед Альдирханов выразил искренние слова уважения и восхищения этому поколению женщин, достойно переживших тяжелые военные годы, голод и разруху. В условиях пандемии женщины-врачи Дагестана стали перед сложным выбором – семья или профессиональный долг. Саида Атаева – одна из тех, кому в полной мере пришлось испытать на себе все тяготы непростого времени в стенах ковид-госпиталя. Но мама-врач успевала при этом дарить тепло своей семье. О матери четверых детей в следующем сюжете. Прием больных, осмотр пациентов и распределение по палатам. Заведующая приемным отделением Республиканской инфекционной больницы Саида Атаева с работой справляется на ура. Но душой и помыслами мать четверых детей всегда дома. В перерывах между работой она обязательно звонит своим детям, чтобы узнать, как дела, готовы ли они к школе и что поели. Редких минут перерыва хватает, чтобы задать все другие, исключительно материнские вопросы. Уроки сделала, сынок? Да. Позавтра прописано? Да. Больше двух месяцев с начала пандемии Саида провела в ковид-госпитале. Сейчас она вспоминает это время как самое тяжелое. Прежде всего потому, что невыносимо была разлука с детьми. Мне позвонили и сказали, что пациентов везут все больше и больше, и мы открываем новый корпус, и нужно выйти. Это было ночью. Я, наверное, никогда эти ощущения свои не забуду. Это, наверное, были самые сложные дни в моей жизни, потому что не видеть детей, не знать, чем они дышат, чем они занимаются, это очень сложно. Сегодня ситуация более стабильная. Стабильная жизнь входит в привычное русло. Каждый вечер дома ее встречают дети, которых в семье четверо. Три мальчика, самый старший из которых учится в университете, и одна девочка – Салихат. Ей три года. Ты маму любишь, доча? Как любишь? Сильно. Сильно любишь? Я тоже тебя сильно люблю. Ты за мамой скучала? На момент обострившейся пандемии старший сын женщины готовился к ЕГЭ. О крохе Салихат, как и всем маленьким детям, особенно была нужна забота матери. К счастью, дети отнеслись к этому с пониманием и уважением, ведь их мама рисковала жизнью для спасения других людей. Ну, тяжело было в плане учебы, но папа помогал как мог, за что я его, конечно, благодарю. Скучал по маме? Ну, вот сильно, если честно. Мама была в красной зоне, я переживала за нее каждый день. Ну, слава Аллаха, что она выжила, и все будет хорошо. По словам самой Саиды, ее главная поддержка во все времена – ее чуткий муж и любящая мама. Все обязанности по дому в этот страшный период взяла на себя мама Саиды. А Абдурахман Атаев всецело поддержал жену в этом трудном выборе. Это было очень тяжелое решение для нашей семьи, потому что она в первую очередь жена, мать. У нас четверо детей. Ну, врач – это призвание. Врач должен помогать всем. И человек, который носит белый халат, он иногда должен жертвовать даже своей семьей. Семья Атаевых сегодня полная идиллия. Взаимная поддержка в сложный период стала мотивирующим и объединяющим фактором для всех. Трудные времена закаляют людей и выводят героев на первый план. Одной из настоящих героинь эпохи пандемии для своей семьи стала мать четверых детей Саида Атаева. Этот выбор не только высветил ее как профессионала с большой буквы, но и стал отличным примером того, как человек может, жертвуя собой, спасать других, ставить человеческие жизни даже превыше повседневной заботы о собственных детях. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Пожарный кроссфит. В Махачкале прошли соревнования спасателей. Турнир приурочили к 30-летию МЧС России. В соревнованиях приняли участие сотрудники МЧС и спортсмены одного из фитнес-клубов Махачкалы. В программу состязаний вошли упражнения на силу, выносливость, координацию и скорость. Участники соревновались в силовом многоборье и проходили все этапы в полной боевой экипировке. Жюри, в состав которого вошли настоящие профессионалы, оценивали скорость и правильность выполнения упражнений участниками. Кроме того, организаторами мероприятия была организована полевая кухня, где каждый желающий мог подкрепиться. 2020 год, как вы знаете, в МЧС России исполняется 30 лет со дня образования. И вот эти соревнования, спортивные мероприятия мы приурочили к этой дате. В данных соревнованиях приняли участие у нас и жители, и гости города Махачкала. Была развернута полевая кухня. В следующем году российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов. Результаты, проведенные ранее проверки счетной палаты, показали наличие нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсии. Проверят место жительства людей, получающих пенсии в северных регионах, а также выплаты пенсионеров, проживающих за рубежом. Ожидается, что проверки позволят восстановить законность получения пенсии и выплат, что в свою очередь положительно отразится на состоянии пенсионной системы. Спорт против терроризма Под таким девизом в Махачкале накануне прошел турнир по волейболу, организованный Муфтиятом Дагестана. Соревнования поддержали Министерство по национальной политике и делам религии и Министерство спорта республики. Кто по итогам напряженных игр стал обладателем, Кубка Муфтията узнаем в следующем сюжете. Накал страстей и воля к победе за почетный трофей в стенах спортзала Дагао боролись 12 команд, которые прибыли из разных уголков республики. На первом этапе участники состязались по круговой системе. Их разделили на две группы, где только два самых успешных коллектива смогут попасть в полуфинальную стадию. У нас в игре принимает участие 12 команд. В них принимает участие руководитель отдела просвещения, председатель совета имамов районные и отдел просвещения Махачкалы. Несмотря на то, что имамы и руководители отдела просвещения не были готовы и играют впервые, чувствуют то, что соревновательный дух дагестанцев, это как заложено у них воля к победе. На групповом этапе правила игры упрощены. Чтобы проявить свои лучшие качества, у участников есть одна партия до 30 очков. Оттого борьба на площадке более чем захватывающая. Игроков активно поддерживают болельщики, они буквально гонят свои команды вперед. Несмотря на то, что мы первый раз выступали, альхамдуллах, очень славная была игра. Уже пять раз наши ребята выступали и пять раз одержали победу. И вот вышли в финал, сейчас ждем, дальше тоже готовимся, иншаллах. Каждый должен болеть за свою команду, как и я сегодня болел за свою команду, мы переживали. И хотя это переживание тоже у нас за грань не выходит, мы между собой все очень дружелюбно, аккуратно. К проведению турнира здесь подошли основательно. В перерывах между играми всех участников и гостей ждал горячий обед и кофе-брейк. Во время решающих встреч игроков поддерживали именитые спортсмены и религиозные деятели. В первую очередь, когда турниры на таким высшем уровне проходят, и ребята расслабляются немножко и друг друга узнают получше, укрепляется братство, улучшается взаимоотношение, как-то обдумывают в перерывах планы о работе и так далее, обмениваются опытом. Я думаю, это указывает только лишь на позитивные эмоции. На самом деле все районы и округа сюда приехали, собрались. И для нас, можно сказать, такой небольшой праздник. Поэтому большое спасибо организаторам турнира. В этот день команда «Лаки» была неудержимой и в стадии плей-офф. В финале они взяли верх над патриотами и завоевали почетный кубок. А бронзовые медали достались команде «Эхогор». Победители и призеры турнира получили денежные премии и награды из рук организаторов, представителей Муфтията, Минспорта и Миннации Республики. Курбан Рагимов, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин